Приветствую вас. Смотрите. В чем суть? В чем проблема? Проблема в том, что у вас есть конфликт. Вы разрывает нас между двумя сторонами. Не знаю, что выбрать. И это означает внутреннюю дисгармонию внутри вас. Это означает, что где-то вы себя подавляете, где-то вы игнорируете свои желания, где-то вы действуете деструктивно, так как вы не согласны, подкрепляя эту позицию, ну, теми или иными историями, вещами, теми или иными аргументами, теми или иными фактами и позициями. Это не столь важно. Вот, когда вы выбираете, например, быть мужчиной 30 лет в отношениях, много лет из которых вы находитесь в позиции не единственной женщины. Еще после этого какое-то время вы находитесь в позиции, ну, гостевой жены, я так понимаю. Вот с точки зрения психологии, такой вот, да, с точки зрения психологии, здесь налицо первое, заниженная самооценка, второе, это страх одиночества. И третье, это, наверное, некая, некая потребность, которую удерживал вас в этом человеке. И вряд ли эта проблема у вас сейчас ушла, раз вы мечетесь. Следующее, это, в принципе, не складывающиеся отношения с мужчинами. Первый брак здесь не сложился, вот второе, ну, я не знаю, какие, да, вот отношения с данной мужчиной на 30 лет, которые тоже не складываются. Ну, как бы, есть здесь что-то общее. Есть некие паттерны поведения, которые не позволяют вам создать гармоничные отношения. Вот. В которых не было бы вот этого вот постоянного элемента преодолевания. То есть преодолевание, да, это постоянное жертвование с собой. У вас оно налицо. То есть я должна с тобой жертвовать, только тогда я буду счастлив, я буду счастлива. Но не долго, потому что потом я опять должна буду с собой жертвовать. И вот такой получается, по факту, бесконечный круговорот. Вначале я с собой жертвую, потом я какое-то время, какое-то время небольшое, нахожусь в относительном счастье. А потом опять выносина с собой жертву. Вот, собственно, вопрос заключается в том, а откуда вообще эта позиция взялась, что я должна с собой жертвовать. И отдаете ли вы себя счет в том, что вы с собой жертвуете. Вот, например, отдаете ли вы себя счет, что сейчас, принимая выбор, ну, как бы решая, да, между, по факту, дочерью и мужчиной, отдаете ли вы себя счет, что это жертва в любом случае. Потому что вы игнорируете, игнорируете то, чего вы хотите, самим фактом выбора. Так что это вот вопрос такой, достаточно интересный. Дальше, значит, вот вы вроде бы спрашиваете нас, значит, как мне быть, спрашиваете вы, как мне быть. Ну, я могу вам задать вопрос, как бы встречный, встречный вопрос. Как быть, чтобы, чтобы что? Чтобы, чтобы волки остались, чтобы волки были целые, то есть, чтобы волки сытые и овцы целые. Так сделать невозможно, кто-то будет, ага, недоволен всегда. Всем угодить, заведомо деструктивная позиция. Так что, видите, нужно, нужно корректировать ваше поведение, нужно корректировать ваше отношение к себе, к мужчине, к детям. Вот. И, и, соответственно, тогда у вас появится шанс больше не быть то жертвой, то спасителем. И обрести, наконец, то счастье, которого, я уверен, вы заслуживаете. Но только, повторюсь, через определенную работу над собой. А по поводу мы вам сейчас скажем, как поступать, ну, ничего не изменится. Я надеюсь, вы это понимаете. Еще я надеюсь, что вы свой вопрос задаете, ну, все-таки не совсем серьезно. Потому что, если вы серьезно спрашиваете у, ну, у практически незнакомых вам людей, как себя вести, то есть как вам быть, точнее, если вы спрашиваете у практически незнакомых людей, как вам быть. Вот. То я боюсь, что здесь все достаточно грустно, в таком случае. Потому что работают мне еще и с вашим внутренним контактом, самым собой. Сейчас этого контакта у вас практически нет, к сожалению. Вот. Так что, подумайте, определите. Хотите ли вы работать над собой? Если хотите, то в какой форме? Как вы хотите работать над собой? Вот. Готовы ли вы что-то себе менять? Это будет, наверное, не так для вас просто. Потому что достаточно, ну, достаточно много лет вы жили, вот. Ну, как бы достаточно много лет вы жили по каким-то своим привычкам, да, по каким-то своим правилам. И понятно, что отказаться от каких-то вещей будет достаточно сложно. Скорее всего, вы будете сопротивляться, вот. Скорее всего, вы будете защищаться, вот. Ну, спросите себя. Готовы ли вы к тому, чтобы на собой работать? Ну, если вы, естественно, готовы, то мы, в частности, я, совесть вам помогу, помогу. Вот. Но, если нет, если нет, то в таком случае, наверное, вам имеет смысл. В таком случае, вот, просто поступить так же, как вы поступаете обычно. То есть, вот, такой момент. То, что я могу вам сказать. То, что я могу вам ответить. Ну, на этом все. Надеюсь, что помог вам. Желаю вам всего самого доброго. Вот. Удачи. Будем на связи. Обращайтесь, если у вас будет такое желание. Удачи. Продолжение следует...